здравствуйте добро пожаловать на портал неврозы мегаполиса меня зовут алексей красиков сегодня очередная лекция по неврозологии по тревожно-фобическим расстройствам и по многочисленным просьбам зрители канала я отвечаю на вопрос о том как связано детство и невроз сразу оговорюсь о том ну и еще один вопрос отсюда же вытекающий как воспитывать детей чтобы не воспитать невротика если вам интересны эти вопросы присоединяйтесь и потратьте свое время на прослушивание этого материала я не буду представляться посмотрите мои ролики предыдущие если вы меня только что увидели многие зрители канала и мои подписчики вконтакте спрашивают о том почему же как связано детство и как воспитывать детей так чтобы вот как бы не угораздил в общем-то их попасть в ту историю в которой попал я алексей юрьевич спрашивают они давайте я попробую свойственно мне человечем каким-то там языком объяснить сложно объяснить просто об очень сложных вещах хочу первый тезис обратить ваше внимание ваши вегетососудистые проявления ваши фабические проявления ваше самочувствие это не невроз это последствия невроза лечить эти последствия безусловно можно используя упражнения используя всевозможные техники работы с вегетативным напряжением с паникой особенно с изолированными фобиями и со страхом передвигаться безусловно вы можете воспользоваться техниками которые представлены на этом канале и которые представлены у меня в отдельных материалах безусловно начать можно с этого но все вы знаете что работая с паническими атаками с агорофобией с вегетососудистой проблемы вы не убираете главную проблему вашей жизни вот это правда соответственно когда вы испытываете отсутствие панических атак или начинаете передвигаться самостоятельно вам кажется что все и закончилось но это неправда это неправда и сегодня я хочу чтобы вы поняли что такое филоглубинное понятие что такое невроз есть три основные части это формирование невроза это само проживание жизни невротической и есть последствия вот последствия это ваши симптомы или жалобы и вам кажется что в них проблема в самочувствии там и так далее это неправда вы измените последствия только тогда когда вы начнете понимать как он сформировался и почему и особенность этого формирования и о том как вы проживаете реальную жизнь невротически что приводит вас к последствиям виде симптомов это понятно отлично и по поводу воспитания по поводу формирования теперь слушаем очень внимательно а чтобы воспитать невротика нужно сделать одну простую штуку нужно чтобы родители в детстве начали поступки ребенка например ошибки или например двойки или какое-то поведение с которым родители так или иначе не согласны оценивать это и приравнивать это к его личности например ты тупой у тебя все валится из рук ты не такая ты что ты делаешь что-то за дуреха такая как так ему или молчать или обесценивать и вид но кто так делает вот если родители начинают действовать вот так оценивать поступки ребенка с его личностью вот здесь первый аспект возникает у ребенка что он какой-то то есть его деяния говорят о том какой он человек тупой или что его нельзя любить или что он будет брошен или что он какой-то за какие-то деяния и потом этот ребенок говорит чтобы не быть тупым чтобы не быть брошенным чтобы не быть таким я буду действовать своей жизни так-то 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 и так-то быть каким-то там суперумным, или действовать только так, чтобы меня не бросили, или действовать только так, чтобы только быть любимой, или чтобы только доказать всем, что я нужный. Вот это решение уже сформировало невроз, и ребенок уже к 12 годам невротик. И если у вас в детстве были такие сравнительные оценки, и ребенок сделал вывод, какой он и как ему надо жить, он уже обречен. Он уже обречен на невроз и на последствия. Разница заключается лишь в том, случатся ли жизненные обстоятельства, которые спровоцируют это, например, работа, карьера, семья и так далее. Если случатся обстоятельства, где он поймет, что его жизненные вот эти стратегии не реализуются, вот тогда он будет бессознательно уверен в том, что он тупой, дебил, неэффективный, никому не нужный, так же, как он это помнит из детства. Вот тогда у него будут проявляться все психовегетативные состояния, которых он испугается, посчитает, что это инсульт, инфаркт, начнет избегать, и вот так сформируется тревожно-фобическое состояние. Я еще раз повторю, есть родители, которые оценивают ваши поступки и действия критично, сравнивая это с вашей личностью. Ребенок скажет, да, я такой, и чтобы таким не быть, я буду действовать так-то, так-то и так-то, и поставлю такие-то, такие-то цели. И он обречен прийти ко мне в кабинет, потому что если у него в жизни случатся обстоятельства, которые пойдут против этой стратегии, он напряжется, и он испугается. И это лишь вопрос времени. Именно поэтому ваш покорный слуга и мои коллеги перегружены работой, потому что нас всех воспитывали так. И разница лишь заключается в том, кому жестче транслировали оценочные суждения и оценку с его личностью, а кому меньше, кому жестче, тот вообще в принципе может быть разрушен, потому что мнение окружающих, Васи, Пети, там еще кого-то, начальника, оно не будет транслироваться, что я – это я, а мнение человека – это мнение человека. Оно будет транслироваться у человека как в голове. Мне сказали, что я неправильный, что я какой-то не такой, и это я – дерьмо. То есть мнение окружающих людей или обстоятельств обратной связи у этого моего клиента будет приравнено к тому, что оно – дерьмо. Потому что она считает, что оно – дерьмо априори. Потому что ей в детстве сказали, что ты – дерьмо за ошибки, дерьмо за неправильность, дерьмо за это и дерьмо за это. Она говорит, да, я – дерьмо, чтобы дерьмом не быть, мне не должны так говорить. И когда я в жизни, в реальной, так говорят, она говорит, ну я – дерьмо. Добрый вечер. Если у ребенка это транслировалось меньше, то у него есть понятие – я нормальный, а это мнение других. Но это очень редко. Есть еще один момент, о котором я поговорю о аспекте воспитания чуть позже. Вот это самая первая и фундаментальная история, которую я хочу, хотел сейчас вам рассказать. Все это поняли. Детство – приравненное поведение к оценке. Потом ребенок выстраивает стратегию, как я буду жить, чтобы не быть таким. И все. У него сравнивается личность и обстоятельства. И это можно нарисовать примерно вот так. Деребенку говорили в детстве, что ты такой-то, ты такой-то и ты такой-то. И он говорит, я – работа, мнение людей, деньги, карьеры и так далее. Он не видит того, что вот эти локальные мнения и ситуации являются просто локальными мнениями Пети, Васи, даже папы и мамы. У него нету вот здесь четких границ личности. Он начинает воспринимать все мнения окружающих и все обстоятельства как доказательства, что он дерьмо. Но моя задача в нашей терапии, если ко мне приходит именно такой клиент, как вы уже поняли, что сделать, научить его выстраивать четкую конструкцию, что я имею свою личность и научить этого клиента опираться на собственную самооценку, которая не зависит от мнения окружающих и не зависит от обратной связи. Но он делает выводы, он совершает работу над ошибками, безусловно. Но при этом он не повреждает себя. Услышали меня? Ну а в следующей лекции я расскажу об еще одном аспекте детского воспитания. Вывод. Как воспитывать ребенка, чтобы не случилось вот то, о чем я сказал, где человек приравнивает свою личность к мнению окружающих или к результатам? Это сложно, но родители должны просто пройти обучающие семинар на эту тему. Основной тезис этого семинара заключается в том, что ребенок, совершающий ошибку, совершающий какое-то действие, например, он что-то сломал или что-то разлил, вы ему объясняете, в чем ошибка, вы объясняете, как это избежать и почему этого делать не надо, но при этом транслируете его принятие. Вы говорите, ну, если хотите совсем иронично, да, ты получил двойку, ты не справился, но ты не тупой, ты нормальный человек. Да, у тебя не получается это, давай подумаем, как это исправить, давай посидим, покумекаем, но ты не тупой. Да, ты такой, да, у тебя не получилось, но я все равно тебя люблю, давай вместе исправим это, давай подумаем, как это сделать. Или, например, да, меня нету дома очень часто, дочка, я много работаю, я вот, но я все равно тебя люблю, просто так сложилось, что денежек нету, мне приходится работать. А в основном родители как делают? Они думают, что если они ребенка оставили с бабушкой, и она, мама, много работает, то ребенок типа поймет, что мама много работает, потому что то-то-то, ребенок так, блядь, не поймет. Ребенок поймет, что маме он не нужен. Вот и все. Все. Но об этом чуть попозже. Я надеюсь, вы меня услышали. Ваш Алексей Красиков, невроза мегаполиса. Я надеюсь, вы поняли, что ваши последствия в виде тревоги во многих аспектах связаны с тем, что вам в детстве транслировали, что любить вас можно только за заслуги, а именно, вам ваши ошибки и ваши деяния были приравнены к вашей личности. Так и случился ваш невроз. И вы были обречены прийти ко мне в кабинет. Или в кабинет моих коллег. Смотрите следующие ролики канала Невроза Мегаполиса. Увидимся. Пока.